МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Перворайска в студии Алексей Вербицкий. Сейчас о главных событиях этого дня. Сегодня дорожные рабочие приступили к укладке асфальта на проезжей части от улицы Вайнера до плотины Верхнего пруда. Планируется, что после ремонта объездная дорога значительно разгрузит поток транспорта на улицах Ленина и Орджоникидзе. Укладку асфальта начали от улицы Вайнера на участке длиной полкилометра вдоль частного сектора и коллективных садов. Слой дорожного покрытия наносят поверх слоев щебня и битумной эмульсии, которую используют для обеспечения целостности и высокой прочности. Уже завтра дорожники продолжат работу и приступят к укладке асфальта на участке от коллективного сада номер 11 до плотины Верхнего пруда. Также будет завершено благоустройство тротуара. Как говорят специалисты, объездной маршрут пользуется спросом автомобилистов, но из-за качества покрытия большинство выбирало другой путь. Как считают горожане, после обновления объездной дороги в Первоуральске станет меньше пробок. Больше 147 миллионов рублей в качестве субсидий на газификацию своих домов получили уральцы за первые 6 месяцев этого года. Расширенный пакет мер соцподдержки по социальной газификации действует в Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвышева. За первое полугодие субсидий на газификацию своих домов получили мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет. Всего 1132 заявителя. Медицинские и педагогические работники, проживающие в сельской местности, 47 человек. Получающие досрочную страховую пенсию жители 65 человек. Также субсидию получили 73 малоимущих семьи и 16 многодетных семей. Кроме того, больше 70 многодетных семей воспользовались областным семейным капиталом на газификацию жилья, потратив свыше 7 миллионов рублей. За время действия социальной программы в Свердловской области построено порядка 800 километров газовых сетей, что помогло подключить более 60 тысяч частных домов. Напомню, в июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков. А в регионе действует расширенный список льготников. В этот список входят многодетные и малоимущие семьи, бюджетники, живущие в сельских территориях, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны, боевых действий, пенсионеры и другие. Сумма компенсации составляет от 100 до 250 тысяч рублей. 1765 заявлений о пропаже людей. Это данные ГУМВД Свердловской области за 2022 год. В этом году статистика существенно не меняется. Как говорят спасатели, больше половины потерявшиеся в черте города. Остальные на природе. У нас сезон наступил ягод и грибов. И люди уверены в том, что они хорошо ориентируются на местности, уходя в лес, входят в азарт и просто-напросто уходят глубоко в лес и теряются тем самым в пространстве. Для поиска сотрудники МЧС применяют беспилотные авиационные системы, оборудованные камерами и тепловизорами, квадроциклы, снегоходы и другую технику. Чтобы вернуться домой невредимым, спасатели советуют ходить в лес только днем, иметь достаточное количество воды и еды, а также обязательно брать с собой заряженный телефон, в котором есть навигатор и компас. По данным правоохранителей, за первую половину этого года к ним уже поступило больше тысячи заявлений о пропаже людей. За это время в розыск были объявлены 99 жителей Среднего Урала, которых 70 нашли. Пропажу детей специалисты выделяют особо. Сейчас в регионе разыскивают порядка 10 несовершеннолетних, поэтому полицейские обращаются к родителям. Ни в коем случае не надо бояться сотрудников в форме. То есть можно подходить к сотрудникам МЧС, к военным, к полицейским, которые могут оказать помощь. Ну и, соответственно, снабдить ребенка сотовым телефоном, GPS, часами. Это очень помогает для обнаружения детей. Как повысить безопасность производства при помощи камер или лазерных барьеров? Такие задачи предложили решить первоуральским металлургам организаторы интеллектуальной игры «Мозголомка». Подробнее в сюжете. В этом зале высокая концентрация рационализаторских идей. За столами мастера и бригадиры цехов первоуральского новодробного завода ТМК. Участники интеллектуальной игры. Их задача усовершенствовать систему промышленной безопасности и охраны труда на производстве. У нас была установка площадки, учебной площадки для отработки навыков стропольщиков, чтобы на практике отрабатывать штатные и внештатные ситуации. Мы все за одним столом, у всех разный стаж работы. И мы, соответственно, делились друг с другом опытом. Это очень помогает. Интеллектуальная игра по охране труда «Мозголомка» это своего рода проверка знаний и обучение металлургов. Таким нестандартным подходом руководство предприятия решило повысить компетентность сотрудников. Жизнь и здоровье наших сотрудников – это самое главное, чтобы они приходили домой живыми, здоровыми, невредимыми. Даже если кто-то проиграет, все равно в любом случае все останутся победителем. Они непосредственно учатся заполнять документы, проводить инструктажи, разрабатывать мероприятия по охране труда. Вот в такой игровой форме. И главное, чтобы они потом эти полученные знания и навыки, полученные в результате этой игры, увели, унесли в свои бригады, в свои подразделения и применяли их на практике с своими рабочими. В «Мозголомке» играют больше 50 металлургов, представители всех цехов. В разработке заданий участвовали и представители научно-исследовательского института охраны труда. Первый модуль полностью отражает вспомогательные процессы и основные функциональные обязанности мастеров. Второй модуль был в основном связан с защитой мероприятий по улучшению условий охраны труда. Это та первая ступень, которая в свою очередь база для соблюдения норм и требований охраны труда, что способствует сохранению жизни и здоровья работников. Защитить проект нужно перед экспертной комиссией, которая выступает на игре в роли экономиста, главного инженера и управляющего директора. Чтобы проект признали успешным, нужно получить одобрение каждого. Вот, к примеру, команда «Руки» ей предложили создать проект по установке камер в слепых зонах мостового крана. В итоге доводы о своей работе убедили руководство в реальной пользы нововведении. Как говорят участники команды, положительная оценка – результат совместной работы. У нас один из участников работы в 27-м цехе. Это непосредственная работа с кранами. То есть нам очень повезло в этом смысле. Мы все сразу подключили. И, в общем-то, все коллеги очень активно включились в работу. Моя роль была положить все это на бумагу. По итогам игры проект команды «Руки» занял первое место. Все участники мозголомки получили сертификаты и памятные подарки. Виталий Мотин, Андрей Волков. Новости. Первоуральск. Фехтованием и стрельбой из лука отметили День физкультурника в Первоуральске. Этим не ограничились. В программу праздника включили два десятка спортивных дисциплин. На торжестве здорового и активного образа жизни побывала наша съемочная группа. Те, кто соревнуются сейчас здесь, уже победители. У каждого есть значок ГТО. В День физкультурника они пришли в обновленный дворец водных видов спорта, чтобы участвовать в городском первенстве по плаванию. Они уже все имеют знаки отличия. Поэтому они сегодня плывут на результат. То есть мы определяем победителей среди мужчин и женщин. Плывут дистанцию 50 метров. И кто первое место получает грамоту. Проплыл уже свою дистанцию 50 метров. Вода легкая, относительно легкая. Бассейн незнакомый. При повороте не учел дистанцию. А так результатом доволен. Все хорошо. Пока одни жители состязаются, других знакомят с возможностями ДВВС в ходе экскурсии. Ее участникам, например, показывают зал для разминки, бассейны для занятий с детьми и чаши побольше, оборудованные для различных соревнований. Позади меня находятся три вышки. Самая верхняя из них находится на высоте 7,5 метров. Средняя на высоте 5 метров и самая низкая на высоте 3 метров. Мы сегодня пришли посмотреть, какой плавательный бассейн. Вы знаете, это очарование. Это, я не знаю, восторг, мастерство тех работников, которые, в общем-то, вложили сюда свой профессиональный труд. В день физкультурника за добросовестный труд награждают представителей спортивной общественности Первоуральска. Их пришел поздравить с профессиональным праздником глава города Игорь Кобец. Я от души рад тому, что в Первоуральске с каждым годом увеличивается количество тех, кто ведет активного проживания, занимается физической культурой, занимается профессиональным спортом. Поздравляю вас с праздником. Желаю вам бодрости духа, физического здоровья и, конечно, победы. В день физкультурника Первоуральцы побеждают на шпагах. Взять в руки спортинвентарь предложили всем желающим. Для зрителей также устроили показательные выступления. Соревнуются здесь и в меткости, стреляют из лука. В ветреную погоду попасть по мишени непросто. Организаторы говорят, чтобы не стереть пальцы, нужны специальные перчатки. Ставим стрелу, накладываем на лук, зажимаем тремя пальцами и наводим на цель мишень. Для того, чтобы попасть в мишень, обязательно важна постановка тела, осанка. Осанка важна и при игре в дарт. Соревнования по этому виду спорта тоже приурочили ко дню физкультурника. Всего в программе праздника два десятка дисциплин. Настольный теннис в числе самых популярных. Получаем от этого радость. Сегодня играли с молодежью. Мы радуемся, что у нас есть продолжение. Они идут за нами, они тоже хотят выигрывать. И наш теннис, он никогда не постареет. Где о старости не думают, так это, пожалуй, на таких занятиях. Проходят они регулярно. День физкультурника не стал исключением. Суставная гимнастика, элементы восточных, упорство занятий. Мне очень нравится заниматься. Поднимает настроение, бодрость дает. Одно из пожеланий организаторов, чтобы здоровый и активный образ жизни был повседневной нормой для как можно большего числа первоуральцев. Свыше 500 горожан, принявших участие в праздновании Дня физкультурника, уже поддержали эту инициативу личным примером. Николай Свердлов, Алексей Вербицкий, Денис Хромцов. Новости Первоуральск. СКА «Уральский Трубник» одержал победу во втором контрольном матче накануне соревнований Кубка России. Соперником в этой встрече стал новосибирский Сипсельмаш. Итог игры 6-3. В первой контрольной встрече, которая прошла в субботу, Трубники крупно уступили чемпионам страны Хабаровскому СКА «Нефтянику» 1-13. Сыграла роль не только отличие в классе команд, но и десятикратная разница в длительности занятий на большом льду. Первоуральцы тогда сыграли свой первый матч после двух тренировок. Однако и такая встреча очень полезна, говорят наставники. Она позволила получить более полное представление о возможностях хоккеистов. С 16 по 23 августа СКА «Уральский Трубник» примет участие в соревнованиях первого этапа розыгрыша Кубка России в группе «Восток». И на сегодня это все новости о других интересных событиях. Сообщайте нам по телефону 64-9292. Посмотреть наши новости вы можете на сайте первомедиа.ру, а также в группах телеканала в социальных сетях. У меня на этом все. С вами был Алексей Вербицкий. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!